здравствуйте товарищи вы слушаете новости на красном радио фонда рабочей академии сегодня в программе сша не отдаст россии и китаю ресурсы украины германия стремится заполучить литиевые месторождения на донбассе по сообщению информационного портала лента американский сенатор линдси грэм включен в российской федерации в список террористов и экстремистов в эфире телеканала cbs заявил что помощь украине в противостоянии с россией может иметь стратегические экономические выгоды для сша и западных стран он отметил что запад не хочет отдавать россии и китаю важнейшие полезные ископаемые на 10 12 триллионов которые есть на территории украины мы не хотим отдавать эти деньги и активы путину чтобы он поделился с китаем подчеркнул сенатор грэм также призвал передать киеву необходимые дальнобойные вооружения и самолеты и разрешить наносить удары вглубь территории россии он также одобрил инициативу о конфискации замороженных российских активов в пользу украины высшие должностные лица сша открыто заявляют о своем законном праве распоряжаться ресурсами украины и чтобы это право сохранить они готовы на любую эскалацию конфликта ранее представитель цру уже заявлял что запад может первым применить ядерное оружие в случае успехов россии на поле боя ведь на кону стоит по меньшей мере 10 12 триллионов долларов за такие ресурсы можно воевать до последнего украинца что характерно сенатор больше всего переживает что доступ к полезным ископаемым украины может получить социалистический китай который после революции 1949 года находится в переходном периоде от капитализма к социализму в глобальном противостоянии империализма и социализма сша пойти на уступки не может и всячески пытается сорвать планы к н.р. построить социализм то есть обобществить средства производства к 2049 году россия таким образом являясь буржуазным государством посредством свого вносит прогрессивный вклад в деле противостояния мировому империализму возглавляемому главным империалистическим хищником сша империализм стремится подчинить себе территории на которых сосредоточены стратегические ресурсы подтверждение этого по сообщению риа новости ранее один немецкий депутат заявлял если европа хочет завершить энергетический переход ей нужны собственные литиевые месторождения крупнейшие месторождения лития в европе находится в донецкой и луганской областях по словам политика полный контроль россии над этой территории поставят германию в зависимость когда дело дойдет до создания электродвигателей для энергетического перехода а уже вице-канцлер фрг заявил что германия должна быть готова выделить больше миллиардов евро на поддержку украины чем было заложено в бюджете на год по его словам на фоне меняющейся международной ситуации поддержка украины не должна потерпеть неудачу если германия действительно серьезно относится к своим интересам в обеих новостях западные чиновники открыто говорят ради чего они накачивают оружием и деньгами украину завладеть ресурсами ослабить китай ослабить россию эта борьба за передел мира присущая капиталистической формации эпохи и империализма по традиции для наивных обывателей немного приукрашивают примитивную хищническую экспансию демократическими лозунгами о свободной независимой украине а по сути все тот же звериный оскал империализма что и в первую и во вторую мировую войну мы знаем что после первой мировой войны впервые появилась и развилась социалистическое государство после второй мировой войны социалистический блок стала входить чуть ли не половина земного шара это новая авантюра империализма обязательно поспособствует росту сознательности пролетариата подтолкнет к активному участию в обсуждении и установлению объективных причин происходящего пробудит широкие слои населения активная политическая позиция неизбежно потребует организации рабочая партия россии и есть то организация твердо стоящая на научной основе марксизма-ленинизма которая примет в свои ряды убежденных борцов за социализм товарищи рабочие каждый день политического бездействия приносит неисчислимые бедствия честным трудящимся всех стран капиталистическое гниение затянулось мир давно готов к прогрессивному социалистическому строительству осталось только рабочим сказать свое веское слово а с вами был артеменков дмитрий с коммунистическим приветом из города загорск московской области а 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 Продолжение следует...